приветствую вас дорогие сестры и братья очень очень приятно мне быть на этом месте в этом молитвенном доме почему я обрадовался потому что ровно 34 года назад я здесь сидел почти каждую субботу на задней скамейке я служил кишиневе и только эту общину потому что была только первая община было очень много людей я помню я приходил в пятницу я садился там сзади всегда так чтобы закончиться служение чтобы мне быстренько уйти отсюда чтобы еще часть попасть потому что нелегально приходил сюда вот и я старался уйти но однажды михаил фомич каминский когда он был здесь пастором он все-таки поймал меня не дал мне уйти вот мы там с ним познакомились мы сейчас трудимся вместе это был 84 86 год когда я здесь был но в городе кишиневе поэтому если собрать все сколько я здесь был прожил в кишиневе то это где-то два с половиной года наверное вот так да поэтому для меня кишинев каждый раз когда я попадаю сюда вот мне для меня это большая радость чтобы вспомнить те места где я был вот и для меня знакомы и этот двор и этот дом вот эти деревья которые здесь еще растут которые еще не срезали вот это все мне знакомо и мне приятно что я снова возвращаюсь сюда но уже не в качестве солдата советской армии в качестве солдата божьей армии да поэтому слава богу что мы на этом месте хочу передать приветствие от наших братьев руководителей вот которые которые также передавали приветствия знали что я здесь буду и всегда мы молдову вспоминаем с хорошим таким теплым приятным настроением потому что знаю что здесь народ божий который любит петь и для меня вы знаете петь слово божие исследовать и это всегда было можно даже сказать основа основа и адвентистского движения во всем евро азиатском дивизионе еще в советские времена куда бы я не приехал на дальний восток спрашиваю откуда вы с молдовы вы откуда с черновиц вы откуда ну там с украины с разных мест везде где было обучение молодежи евангельскому служению вы знаете вот встречаем мы на всей территории евро азиатского дивизиона вот этих миссионеров которые трудятся и в настоящее время на крайнем севере у нас есть брат который также с молдовы который трудится вот на этой территории поэтому благодарность вам за то что воспитываете такое сильное поколение вот поколение которое способно не только учиться но способно передать вот эту весть важно чтобы мы не утратили этого и чтобы продолжали выполнять божью миссию сегодня я хотел бы чтобы мы могли открыть слово божие после трудовой недели которую мы прожили да вот может быть и сложная была неделя собрались вместе для того чтобы открыть слово божие давайте мы послушаем что господь сегодня скажет нам и я хотел бы чтобы мы сегодня в конце трудовой недели поговорили о молитве вы слышали проповеди о молитве в этом доме конечно а сколько цитат читали духа пророчества о молитве думаю что немало правда и библию читали и мы знаем библейские тексты и молитву отче наш мы тоже знаем не так ли мы знаем об этом но я думаю что молитва молитва и тема о молитве она никогда не будет лишней поэтому хотел бы чтобы мы могли исследовать слово божие что же господь скажет нам предлагаю открыть вам евангелие от матфея седьмую главу евангелие от матфея седьмая глава и одиннадцатый текст и здесь сказано следующее мне очень приятно что у вас в библии в руках есть а у кого нету библии при себе подсаживайтесь к верующим и все будет нормально джон картер не разрешает когда он проповедует чтобы текст был на экране да но если вам удобно так вы можете смотреть итак евангелие от матфея седьмая глава и одиннадцатый текст итак если вы будучи злым умеете даяние благие давать детям вашим тем более отец ваш небесный даст благо просящим у него и восьмой текст ибо всякий просящий получает и ищущий находит и стучащему отворят вообще-то каждая религия имеет понятие о молитве не так ли что буддисты что мусульмане если человек испытывает исповедует иудаизм христианство абсолютно каждая религия и каждая конфессия имеет понятие о молитве но христианство более всего но если взять нас как адвентистов седьмого дня то я думаю что мы точно имеем понятие о молитве что такое молитва и как она действует вообще в жизни в крайнем случае теорию мы очень хорошо знаем потому что у нас есть библия и дух пророчества а в духе пророчества очень много уделено место молитве итак что такое молитва какие определения мы можем сказать молитве что вы знаете и что вы помните какие определения вы читали в отношении молитвы молитва это ключ к решению наших проблем еще разговор с Богом дыхание жизни нас она приближает к Богу говорят что это азбука веры ну действительно вот такие определения есть разговор с Богом дыхание души и много много разных определений которые есть а теперь я вас хотел бы спросить вы пользуетесь вообще молитвой ежедневно конечно всемирная статистика в церкви адвентистов седьмого дня говорит о том что молитвой адвентистов седьмого дня пользуется 52 процента адвентистов 52 процента адвентистов седьмого дня ежедневно молятся что тогда делают 48 я не знаю вот как они живут но хотел бы спросить вас когда вы молитесь вы получаете ответы или тишину а вы заметили какая тишина наступила да тишина это тоже ответ да и если мы привыкаем к тишине молитва становится обыденной то есть мы помолились ответ не получили мы продолжаем молиться и чем становится молитва традицией мы молимся мы молимся ответ не получаем но мы читаем что всякие просящие получает и ищущие находит и стучащему отворят и если мы заставляем себя верить что все таки мы ответ получили но он будет немного позже или не получает ответов говорим на все значит воля божия друзья мои я хотел бы чтобы мы действительно немножечко приоткрыли другую грань молитвы о чем говорит священное писание тебе молитвы посвящено очень много места и истории в священном писании мне еще несколько вопросов когда вы последний раз слышали молитву искреннюю из своих уст можно не отвечать но вы подумайте когда в последний раз вы слышали искреннюю молитву от себя самого следующий вопрос когда я выделяю этому время и сколько и когда я последний раз получил явный ответ от Бога когда последний раз это было 10 лет 5 лет назад или сегодня а может быть месяц назад Господь действительно хочет быть близок к нам поэтому он сегодня говорит к нашему сердцу и он хочет чтобы мы получали ответы на наши молитвы давайте мы возьмем библейские примеры которые записаны в священном писании несколько возьмем потому что их очень много когда люди обращались к Богу и получали ответы на молитвы но мы также посмотрим с вами и на не отвеченные молитвы о которых также записано в священном писании приглашаю вас открыть книгу бытия 24 главу книга бытия 24 глава и мы посмотрим в этой истории когда однажды Авраам будучи уже в приклонных летах он поручает своему слуге Елизею чтобы тот пошел в дальнюю страну и нашел девушку которая могла бы быть по сердцу во первых Авраам ну а потом уже Исааку обязательно и вот 24 главе в 12 тексте мы читаем когда Елизею уже пришел на то место куда его направил Авраам будем понимать что связи никакой не было ни электронной почты ни телефона не было не было даже почты ему нужно было найти то поселение которые были родственниками Авраама и вот Елизею приходит и в 12 тексте мы читаем и сказал Господи Боже господина моего Авраама пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом ну интересная молитва Господи сегодня красивую хорошую хозяйку искреннюю девушку которая поклоняется тебе найди ее и сегодня дай мне скажите пожалуйста вы когда-нибудь ставили Бога в такие рамки и условия а для чего нам дана Библия конечно мы никогда Бога не ставим в рамки но мы Господу показываем свое сердце свои ограничения мы не Бога ограничиваем а показываем свое ограничение и Господи я уже дальше просто не могу и он попросил Господи дай мне все это и вот здесь описывается и он говорит вот я стою у источника воды и дочери и дочери жителей выходят черпать воду девица о которой я скажу которой я скажу наклади кувшин твой на я напьюсь и которая скажет пей я и верблюдам твоим дам пить вот та которую ты назначил рабу твоему что произошло вообще так и было или было все по-другому и написано еще не перестал говорить и молиться он разговаривал с Богом вышла Ревека которая родилась от Вафаила сына Минки жены Нахора брата Авраамова и кувшин ее на плече девица была прекрасно видом дева который не познал мужа она сошла к источнику наполнила кувшин свой и пошла вверх она ему дала пить она верблюдов их напоила все так как он просил а тогда у меня возникает вопрос для чего вообще эта история записана здесь можно было без нее обойтись в Библии почему она вставлена в Библии и вот довольно таки продолжительной все до деталей описывается как Елиезер это сделал почему так происходит друзья мои Бог близок к нам и Он хочет отвечать на наши молитвы написано Отец Ваш Небесный даст благо просящим у Него поэтому Господь дает и мудрость нам но в тех обстоятельствах которые очень серьезные и если мы слышим нашу молитву и если мы просим Бога Он обязательно отвечает нам на наши молитвы это первое место написано что все произошло так как Он просил это немаловажные вопросы в жизни нашей и в жизни наших детей дорогие родители а может дедушки и бабушки если у Вас есть в основном сегодня дедушки и бабушки на этом месте если у Вас только рождаются дети молитесь о том или внуки чтобы они хорошо вышли замуж и чтобы они имели хорошего спутника жизни и женились и чтобы Господь послал им благословение вы знаете мы испытали это в своей жизни и имеем замечательного зятя имеем замечательную невесту потому что Господь отвечал на эти молитвы мы стабильно молились каждая среда это был у нас законный день поста и молитвы о том чтобы наши дети имели хороших спутников жизни Господь ответил я считаю на наши молитвы и это действительно так дальше давайте историю посмотрим 28 главе книги Батии там написано когда Яков убегал от своего разгневанного брата и Вы помните что когда он пришел в пустынное место где были только звери он понимал Бог не может отвечать на его молитву я не знаю Библия ничего не говорит осмелился ли он молиться перед сном или нет но он лег спать и молился он после того когда проснулся когда он увидел эту лестницу которая соединяла землю и небо и там находились ангелы которые спускались на землю и поднимались поднимались на небеса и он понимает что Бог находится рядом даже в то время когда человек совершил не только ошибку но совершил грех и Бог находится рядом и он готов спасать нас поддерживать нас заботиться о нас для того чтобы мы не потерялись из вида вот такой наш небесный отец первая книга царств первая глава мы также читаем с вами о том что одна женщина по имени Анна вы помните какая проблема была у этой женщины не было детей но была вторая женщина рядом с ней которая была второй женой Елканы как на то время было принято и вот эта женщина Финанна всегда оскорбляла Анну и я так понимаю что у нее ежедневная депрессия была у этой женщины у Анны потому что она видела превосходство с Финанной превосходство Финанной над ней у Финанной сыновья у нее нет она посвященный человек но детей нет и она приходит в храм как она понимала склоняется на поле и горячо молится до того момента пока господь не даст ей ответ и через кого он дал ответ через Илью да первосвященника да и как какой ответ был какой она услышала ответ нет какие первые слова были Илья сколько ты еще будешь здесь стоять я скажите неприятно и представьте себе человека который ежедневно сталкивается с унижением и она идет в храм желая найти там прикосновение Божие и ответ на молитву приходит духовный лидер и говорит сколько выпила вот вот она в этот момент чувствует еще больше одиночества но заметьте друзья она не замыкается в себе она не обижается даже на этого священника она просто говорит я женщина скорбящая духом еще не было да Илья потом сказал пусть Господь воздаст по слову твоему я не знаю или покраснел или нет я бы готов был провалиться сквозь землю если бы я вот такое сказал но не знаю как был как Илья отреагировала факт в том что после этой молитвы она пошла написано и она славила Бога Бог может всегда ответить на все эти молитвы послушайте внимательно которые мы слышим во время нашей молитвы и Бог отвечает когда мы взываем к Нему может ли Бог отвечать на молитвы когда мы просим о возмездии другим людям тяжело сказать да мы бы могли такой список составить наверное чтобы Бог ответил на все наши молитвы и воздал всем врагам нашим я думаю да именно так вы помните когда Самсон молился Господи дай мне ответить за мои два глаза всем филистинлянам и написано Господь услышал его и дал ему силы и Бог же понимал что должен сделать Самсон и он понимал что Самсон сделает но ответил дорогие мои я бы хотел чтобы действительно наше сердце приблизилось к Богу чтобы Бог отвечал нам на наши молитвы но я хочу сказать вам не становитесь у колонны и не просите чтобы Бог ответил всем тем которые находятся возможно рядом с вами не нужно этого делать Бог говорит о том что Он близок нам в то время когда мы чувствуем такое одиночество и такую скорбь когда мы не можем двигаться в своей жизни дальше да действительно Давид молился о своих врагах давайте откроем мы книгу Псалты 30 глава и 16 текст книга Псалты 30 глава из 16 текста будем читать с вами книга Псалты 30 глава из 16 текста по 18 текст будьте внимательны ко всем тем словам мы не будем с вами читать всех тех благословений которые давал о которых писал Давид потому что их очень-очень много благословений в кавычках но он писал интересные моменты 30 16 с 15 мы начнем а я на тебя Господи уповаю я говорю ты Бог мой в твоей руке дни мои избав меня от руки врагов моих и от гонителей моих я весь светлое лицо твое рабу твоему спаси меня милостью твоею и 18 особенно Господи да не постыжусь что я к тебе взываю нечестивые же да посрамятся да умолкнут вадим всех отправил врагов своих на кладбище одним словом если говорить это угодная молитва была или нет но Давид так молился и он говорил он говорил я не подниму руки мои на кого на помазанника Господня в это же время Давид молится и говорит Господи реши с этим человеком ты сам все что необходимо и он говорит да умолкнут они где там где уже никто не говорит по всей видимости у Давида действительно была глубокая скорбь и он не мог из нее вырваться вы знаете в моей жизни несколько было таких моментов когда мне страшно было от того что Бог отвечает на обстоятельства не говоря уже о молитве я вообще рос в Киевской области это был город Богуслав и вот мы по субботам не ходили в школу каждую субботу мы были на богослужении мы садились сзади молитвенного дома у нас цель было где-то 170 человек мы садились сзади и учителя приходили на первую часть богослужения то есть на субботнюю школу они смотрели как мы ведем себя что мы делаем на субботней школе и так далее поэтому ручки мы в собрании не брали чтобы что-то записывать потому что нам говорили если вы здесь пишите почему вы не можете писать в школе если вы здесь читаете почему вы не можете читать в школе ну и так далее но когда они возвращались к урокам своим они настраивали всех учеников против нас вот эти все мальчишки которые жили вокруг молитвенного дома они настолько агрессивно вели себя и они старались выловить нас по одиночке когда мы были поэтому мы с родителями старались идти на богослужение всегда они бросали камни ругались на нас кого из ребят ловили там заставляли материться не матерятся бьют и так далее и вот этот ад продолжался восемь лет и вы знаете насколько насколько тяжело было прийти в сам молитвенный дом это не город был это районный центр на окраине молитвенный дом был и вот эти ребята там жили и вы знаете мы начали молиться о том господи реши как-то этот вопрос и вот таких ребят было восемь человек но пять из них было особенно агрессивными и что вы думаете Бог их держал когда они были подростками Бог их держал но до совершеннолетия вернее до двадцати лет не дожил ни один один разбился на мотоцикле особенно агрессивный второго задушила астму третий когда возвращался уже из армии две недели оставалось до прихода из армии переворачивается машина и задушила и еще двое один внук адвентистский который очень избивал одного брата адвентиста который играл нас на кларнете и еще один человек вот этот внук адвентистки он когда-то поломал руку и подошел к нашему вот этому парнишке и говорит я знаю что я поломал из-за тебя потому что я тебя угнетал если мне а там шла шла уже речь об ампутации руки говорит если мне ампутируют руку я тебя убью вот это его покаяние было он и еще один парень ехали на машине сдавали экзамены машина переворачивается и они погибают вы знаете мне страшно после этого стало вот это все это непридуманные истории и вы знаете Господь действительно отвечает на наши молитвы и написано Он угнетенных спасает и Он решает вопросы когда угнетается другой человек вы помните наверное те моменты когда Рахиль была любима Алия была нелюбима а неужели Бог не видел этой ситуации дорогие мои Господь очень милостив поэтому не отвечает нам на те проблемы которые есть или бывают в нашей жизни и отвечают если мы живем праведной жизнью а в это же время кто-то угнетает Божий народ написано в Священном Писании касающийся вас касается кого зеницы о коме его мы также знаем и молитву и ависа вы слышали наверное о ней первое про Липоменон давайте откроем четвертая глава и девятый текст первая книга про Липоменон четвертая глава и девятый текст и здесь описывается история об одном человеке имя его было Иовис когда мама его родила в болезни и он был слабым ребенком но интересная его молитва интереснейшая посмотрите о чем она молится он молится и возглав Иовис к Богу Израилу и сказал если бы ты благословил Господи меня твоим благословением распространил пределы мои и рука твоя была со мною охраняя меня от зла чтобы я не горевал чтобы радость была в моем доме чтобы смех был в моем доме чтобы дети мои были жизнерадостные чтобы горе с теми был у меня и какие дальше слова написаны замечаете что здесь восклицательный знак то есть троеточие здесь и Бог не спасал ему чего он просил вот бывает что то в жизни так хочется нам и мы так просим у Бога Господь готов отвечать нам даже на эту молитву и он говорит Господи если бы ты благословил меня и материальным и духовным охраняя меня от чего от зла чтобы я другим не делал зла вы знаете вот это Богу по сердцу Господи чтобы я никого не обманул ничего не украл никому не причинил беды и горести и написано дальше охраняя меня от зла чтобы я не горевал и Бог не смысл его вы знаете я время от времени возвращаюсь к этой молитве и Ависа я просто ее наслаждаюсь короткая интересная простая и практичная жизнь и написано и Бог ответил его он просил он просил то что ему нужно было и Господь ответил ему я знаю одну женщину которая имеет много детей и вот в своей жизни она молилась все время молилась об одном Господи наша сестричка и она молилась всегда Господи я никогда в своей жизни не хочу хранить своих детей сохрани их при моей жизни и Господь ответил ей на эту молитву вот такая простая искренняя молитва я хотел бы прочитать некоторые выдержки Духопророчества перед тем как уйти на работу вся семья должна обратиться и отец а в его отсутствие мать обязан горячо молиться чтобы Бог хранил их в течение дня придите в смирении с сердцем полной нежности и с осознанием искушений и опасностей стоящих перед вами и вашими детьми верой принесите их к алтарю и вы молите вы молите для них защиту Господа ангелы хранители послушайте позаботятся о детях посвященных таким образом нам необходимо об этом молиться потому что друзья мои дети наши подвержены очень большим искушениям и влиянием этого мира поэтому написано выпросите выпросите чтобы они были под охраной Божьей придите в смирении с сердцем полной нежности и с осознанием искушения дорогие родители когда ваши дети идут в школу или университет или куда-либо не проигнорируйте и не поленитесь прийти с ними вместе к дверям и вот возле двери помолиться о том чтобы Господь их охранял на всех путях их это действительно чрезвычайно чрезвычайно важно так приучили нас родители так мы молились со своими детьми и вы знаете это такое влияние имело дети никогда наши не уходили из дома я думаю что у вас самое происходит не получил благословение родителей они всегда молились опаздывая говорили и просили папа или мама помолитесь вместе с нам и они уходили потом и Господь всегда охранял вы знаете это единственная защита мы в коварном мире живем мы не живем в свободном мире никто не может сегодня сказать мы живем в свободной стране да возможно в свободной стране но мы не освобождены сегодня от этих действий которые существуют в поднебесной в дьявольском средоточии и Господь всегда будет с нами поддерживать хочу рассказать одну историю которая произошла с моей бабушкой когда дедушка мой он был пастором и в сталинское время вы знаете наверное или слышали так наверное будет правильнее слышали о том что за пять минут уже судили в сталинское время так вот в субботу дедушка не вышел на работу он отстаивал истину естественно он сказал я на субботу не выйду и ему дали десять лет тюрьмы он отсидел все десять лет на Урале так вот когда уже когда его посадили в тюрьму бабушка осталась без следств существования это была Средняя Азия это был Таджикистан и вот там в Таджикистане она как-то пыталась ну вы можете представить да когда один человек исчезает из дома и тот который не был добытчиком еды в каком положении он оказывается и вот у них была еще мука какое-то время они пекли лепешкой что-то ели а потом муки становятся все меньше и меньше и меньше и вот наступило время когда она по выдаче выдавала моему отцу и его сестренке выдавала хлеб по кусочку хлеба в 6 часов утра отцу было в то время где-то 7 а его сестренке было 5 в 6 часов утра они просыпались чтобы поесть хлеба и потом бабушка говорит теперь в 12 часов дня кусочек хлеба и в 6 часов вечера кусочек хлеба и вот они эти детишки сидели и смотрели начался можете представить себе мы даже представить этого уже можно сказать что не можем вот и вот так проходило время и пришло время когда она вечером дала им каждому последний кусочек хлеба а дальше что муж в тюрьме только сестры здесь другие тоже в трудных обстоятельствах и вот в этот момент она стала горячо молиться господи мой муж сидел в тюрьме не потому что он украд или убил а потому что он отстаивал истину твою пошли пожалуйста мне хлеба где ночью достать хлеба скажите ну если мы молимся значит мы должны действовать как она будет действовать ночью вот в этот она и днем ходила искала работа ничего абсолютно утром когда она проснулась в 5 часов утра потому что голод уже пробивал скоро дети поднимутся открывают двери а двери не открываются еще сильнее падает мешок муки не знаю 50 килограммовый или 70 килограммовый и 16 лет это было покрыто тайной пока не умер Сталин и вот когда дедушка уже возвратился из тюрьмы один из ебажанец подходит к нему и говорит Костя скажи что это было сплю два часа ночи и вот слышу голос иди по такому-то адресу отнеси хлеб я думал что-то с головой не дается азербайджанец работал на мельнице потом слышу громче голос иди по такому-то адресу отнеси хлеб а третий раз это был приказ он берет этот мешок руки взваливает себе на плечи и бегом в сталинское время ночь несет мешок муки что дальше с этим человеком должны были сделать но ангелы тоже его охраняли он пришел бросил мешок муки и бегом домой а потом дедушка сказал это ты выполнил поручение Божие потому что Бог говорил к тебе потому что наша семья умирала просто от голода и они начали потом жить развиваться и так далее все дальше было нормально друзья мои Господь готов отвечать нам на наши молитвы но так же бывают и неотвеченные молитвы вы помните этот момент почему Господь не всегда отвечает на молитвы давайте посмотрим второзаконие 3 глава и 26 текст книга второзакония 23 глава книга второзакония прошу прощения 3 глава 26 текст и здесь описан момент когда они подошли народ израильский подошел уже к ханаанской земле и вот Моисей просит Бога Господи я согрешил вы помните когда он ударил в скалу и потекла вода Господи но я согрешил Господи дай мне войти в эту землю можете себе представить подготовил народ государство сформировал люди есть новые поколения выросло вот она ханаанская земля а войти не может 3 глава 26 текст и мы читаем такие слова но Господь гнивался на меня за вас и не послушал меня и сказал Господь полно тебе впредь не говори не более об этом почему Господь так ответил потому что еще одна молитва Бог просто не мог выдержать вот этой молитвы и он понимал ответить он хочет Моисею и в то же время Моисей не может войти должен умереть вот интересно какие мысли были у Моисея когда он выходил на гору на которой должен был умереть возможно тоска возможно переживание возможно скорбь но он знал что Бог находится всегда рядом Дух Промчества говорит что в планах Божьих было чтобы Моисей живым был взят на небо но он согрешил и Бог не ответил ему вы помните также когда Бог не ответил Давиду это записано во второй книге царств 12 главе когда Давид согрешил против Бога против ближнего убил Урим хитиянина помните этот момент и взял себе в жены в Версалию и написано во второй книге царств 12 главе 14 текст 14 текста но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его то есть против кого это обернулось против Бога то умрет родившийся у тебя сын и пошел на фарм свой дом а Давид пошел чтобы молиться о младенце скажите пожалуйста кто в чем был виновен этот младенец написан написано так же в духе пророчества что после этого события Господь простил его но Давид никогда не имел авторитета больше в народе израильском как он имел его раньше Давид пошел молиться Богу постился молился провел всю ночь лежа на земле но сын умер почему Бог не ответил вопрос чисто человеческий мог Бог оставить живым этого младенца мог почему не сделал это написано ты этим делом подал повод хулить Господа врагам его давайте откроем 49 главы книги Псалты и 21 текст там такой четкий ответ после 49 главы вы помните идет глава покаяния Давида и вот интересно Асаф пишет эти слова это было возможно в то время когда Давид переживал эту грусть ты это делал Господь говорит и я молчал мог бы Бог остановить Давида чтобы он не согрешил сердца тоже мог ты это делал и я молчал а дальше что и ты подумал что я такой же как и ты и он говорит и заблечу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои вот что дорогие мои сестры и братья произошло почему Бог не ответил на молитву Давида человек хочет получать ответы на молитвы а жить как за Бога рассудится и не только в вопросе детей в разных вопросах которые есть жизненные ситуации в жизни Бог не отвечал Саул почему Саул считал что Бог друг а Давид враг слишком было злоба ненависти зависти не было кротости смирения не было послушания Саул враждовал с Давидом и он думал именно так Бог друг а Давид это враг и еще на одну неотвеченную молитву я хотел бы обратить внимание которое поставить все на свои места потому что друзья мои иногда Бог не отвечает по нашим проблемам иногда Бог не отвечает по своей воле неотвеченная молитва которой молился Иисус Христос Герсимании и он говорил Господи если возможно доминует меня чаша сия и Бог не ответил было очень тяжело очень больно и очень грустно неся на себе тяжесть все грехов этого мира поэтому Бог не всегда не отвечает на наши молитвы и из-за того что есть какое-то беззаконие и отсутствие ответов не всегда является признаком беззакония искушения которым мы ежедневно подвергаемся делают молитву необходимой если мы хотим чтобы сила Божия поддерживала нас постоянством веры тогда мы должны постоянно возносить Богу свои желания в тихой молитве вести для молодежи 248 страница итак выводы которые мы можем сделать ответы на молитву зависят от нашей преданности Богу верности Богу и любви к ближнему книга притчи 28 глава и 9 текст начинаем такие слова кто отклоняет ухо свое от слышания закона того и молитва мерзость иакова 4 глава 6 текст Бог гордым противится а смиренным дает благодать и книга псалты 65 глава и 18 текст если бы я видел беззаконие в сердце моем дальше продолжите то не услышал бы меня Господь наш образ жизни наши поступки наш внешний и внутренний христианский мир наши слова действия отношения в семье человечность или отсутствие человечность это все показывает кому я принадлежу и будет ли Бог отвечать на мои молитвы вы наверное слышали о том как несколько месяцев назад в Одессе произошел пожар в колледже или не слышали произошел пожар в колледже когда погибло более 15 человек студентов и преподавателей в этом колледже это была ужасная трагедия но вот как то я увидел увидел в интернете одно обращение которое делала одна наша сестричка девочка из Одессы которая училась в этом колледже и она говорит несколько дней до этого пожара говорит мы у мамы был дан сон и ей был дан сон ей было дан сон такой что она потеряла своих родителей а мама увидела сон что она потеряла своих двоих детей сына и дочь и они начали горячо молиться о том ежедневно это было за несколько дней до пожара и они начали горячо молиться о том господи спаси нашу семью сохрани это твое предупреждение прости нас и так далее то есть это была искренняя молитва и мама не выпускала своих детей на учебу пока они не помолились и она продолжала молиться потому что она ощущала это не просто какой-то сон после хорошего ужина и вот после того когда дети пошли ходили одни на занятия и вот случился пожар и эта девочка рассказывает говорит я была мы были на четвертом этаже и услышали какой-то треск у них было занятие пять студентов было и их преподаватель была и вот в этот момент когда эта девочка наша сестричка открыла двери она увидела что уже все в огне и дым начинал заходить к ним вот в это помещение где они были они открыли окна но сплазняк был такой что весь дым валил к ним вот в эту комнату и они начали задыхаться и вот в этот момент они своей одеждой начали закрывать уже все двери чтобы дым не проходил но это было бесполезно они открыли окно и начали кричать спасите нас а кто может спасти с четвертого этажа и она в этот момент увидела как ее одногруппница только из другого окна выбросилась и разбилась мгновенно с пятого этажа она разбилась и она встала на колени прямо вот здесь в этой в этой комнате она никогда не молилась при своих одногруппниках а также при учителях и она встала а учительница говорит молись своему Богу и она начала молиться и упрашивать Бога Господи спаси нас она говорит я просто кричал и в один момент я почувствовал что я начинаю задыхаться и говорит дым просто валил им уже в эту комнату а брат ее в одной группе учились вдвоем и брат ее говорит что говорит пожалуйста не умирай держись еще немного к нам придет помощь брат подключился к молитве и вот в этот момент подъезжает подъезжает пожарная машина с лестницей выдвинули машину на четвертый этаж и она говорит я боюсь говорит вообще высоты как я следую брат говорит ты иди первая я буду впереди смотри на меня не смотри вниз и потихоньку слазь потому что движения не должны быть очень резкими потому что даже машина может она перевернуться если резкое движение и вот в этот момент когда она начала спускаться потихоньку вниз за ней все студенты начали спускаться потихоньку и последней спустилась их преподаватель и они были спасены и вы знаете она когда уже завершала свою речь она сказала дорогие родители это в церкви она сразу этот пожар был в четверг а в субботу она рассказывала и она просила дорогие родители молитесь о нас потому что Бог иногда нас предупреждает что-то может произойти обращайтесь к Господу в молитве помните эту цитату дорогие мои которую мы читали с вами в начале что родители должны вымолить у Бога этой защиты и тогда Господь будет с нами всегда Господь говорит и будет Господь после того как ты очистишь твою жизнь и будешь заводить к нему будет Господь вождем твоим всегда и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои и ты будешь как напоенный водой и как источник которого воды никогда не иссякает будешь ли переходить через воды Господь говорит я с тобой через реки ли они не потопят тебя пойдешь через огонь не обожешься и пламя не оболит тебя пусть милость Божия всегда будет с вами пусть ответы которые Господь приготовил уже для вас будут реальностью в вашей жизни но и помните что Бог слышит тех людей которые принадлежат ему пусть эта принадлежность будет и в вашей и моей жизни аминь помолимся наш любящий небесный отец мы искренне благодарны тебе за то что ты привел нас на это место мы хотим Господи чтобы наши молитвы изменились мы хотим чтобы мы слышали наши молитвы чтобы это не было традицией чтобы наши молитвы не были речитатива на что мы могли в искренней молитве ежедневно обращаться к тебе Господи у нас очень много просьб очень много нужд ты знаешь их нужды которые мы не можем высказать абсолютно никому кроме тебя и мы просим тебя Господи ответ на наши молитвы чтобы наше сердце имела радость от того что мы увидим результаты наших молитв благослови каждого отца и каждую мать которая находится в этом месте благослови Господи братья и сестер благослови наших детей Господи пусть они будут в твоих руках и помоги нам ежедневно представлять свои нужды перед тобой и ожидать от тебя ответ помоги нам быть всегда искренними в наших молитвах Господи сердце чистое сотвори в нас и дух правый обнови внутри нас чтобы мы могли получать ответы на наши молитвы во имя Иисуса Христа молимся к тебе аминь аминь